Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok И уже сильно продвинулась на Дальний Восток И стояла задача как-то обеспечивать Дальний Восток и товарами, и продовольствием И естественно, что наиболее подходящий сосед в это время была Япония Тем более, что Япония к этому времени уже начинала претерпевать определенные изменения И стоял вопрос об ее открытии внешнему миру А предыдущие попытки, которые совершала Россия на протяжении 19 века, начало, они оканчивались неудачей Ну, Япония была закрытой страной, и поэтому не пускала иностранцев к себе Если говорить о миссии Путятина, то она была героической во многих смыслах Прежде всего в географическом Представьте себе середину 19 века Отношения между зарубежными эстрадами строились в основном на основе кругосветных путешествий Миссия Путятина проделала кругосветное путешествие, равного которому в истории примеров нет Он выехал из Санкт-Петербурга, из Кронштадта Проехал через Балтийское море, Северное море Остановился в Великобритании Какое-то время они там делали подготовку к дальнейшему плаванию Прошли через Ла-Манш, в Атлантический океан, обогнули Африку Затем попали в Индийский океан, зашли в Гонконг и затем уже пришли в Японию Это путешествие, продолжавшееся более двух лет, собрало огромный географический материал И его результаты были настолько ценные, что уже после возвращения Путятина из экспедиции в Японию и Китай Он немедленно был избран членом Русского географического общества При подготовке к рисункам я работаю в архивах и в российских, и в японских Хотя бывают такие моменты, что даже у японцев не всегда сохранилась вся информация Я сам вообще художник кино, поэтому мне всегда интересен зрительный ряд И зрительное воссоздание истории зримым образом То есть изобразительно моделировать историю, можно так научно сказать Если начать с нашего знаменитого фрегата-паллады, Мончаров, который я написал Он описывает путешествие, поскольку он был сотрудником Министерства иностранных дел И был личным секретарем вице-адмирала Путятина Путятин, он возглавлял миссию к Японии Когда Путятин прибыл в Японию, была уже конкуренция Потому что из Соединенных Штатов была направлена экспедиция коммандора Перри Он чуть раньше пришел, он не стал соблюдать японских законов Обычно он просто зашел в залив Эдо, так называлось Токио тогда И выставил пушки и послал японцам белый флаг Либо в качестве ультиматуры, либо они соглашаются вести переговоры, либо он применит вооруженную силу Вы знаете, японцы пошли на то, чтобы заключить первым договором с Перри Но Путятин все-таки проделал все по-другому Он все японские обычаи и законы соблюдал То есть из Нагасайки он направился в Осака, из Осака он направился в Симоду Так, как ему предписывало японское правительство Поскольку именно в город Симоду были посланы и уполномочены правительства Японии для ведения этих переговоров Вот это первое Когда Путятин вручает официальное послание на имя верховного правителя Японии Че-то губернатору Что касается стульев Тоже очень интересная история Значит, дело в том, что эти стулья наши представители дипломатические взяли с своего корабля Потому что у японцев не было стульев И когда они организовывали, очень интересно сохранились Вот в японских, кстати, архивах сохранилось Сохранилось описание подготовки встречи японцев и, значит, российских Они говорят, как же мы будем Мы, они привыкли сидеть на татами на коленях Если сядут, соответственно, наши моряки, тем более, которые довольно-таки были плечистые руслы На сравнении с японцами, вот, то они будут выше нас Как же так? Значит, тогда при, значит, обсуждении они срочно заказали стульяром Точно они измерили высоту наших стульев Измерили, значит, сделали помосты Вот этот помост, который они сделали японцы То есть они сидят по-японски Но по уровню они сидели точно как наши представители Это приговорный процесс Путятин, он хотел найти компромисс для того, чтобы заключить договор Ведь тогда уже вопрос стоял о том, где проводить границу Это был, в общем-то, центральный вопрос И вот у нас мало кто знает, но Путятин действовал не самостоятельно Когда он согласился на то, что вот четыре острова, которые ныне являются предметом наших переговоров с японцами Что они должны отойти к Японии У него была инструкция царя И он, следуя вот этой, собственно, инструкции, действовал И он, следуя вот этой, собственно, инструкции, действовал Землетрясение, все море, где находились наши корабли Российский корабль получил повреждение Когда его транспортировали для ремонта, он затонул Поэтому пришлось российским морякам еще и строить корабль Который получил название «Хеда» в том месте, где он строился И там сейчас есть музей Путятина Есть музей, посвященный строительству корабля Поскольку японцы кораблей тогда не строили больших Поскольку страна была закрыта И запрещали японцам плавать вне пределов своей территории Поэтому это был первый корабль И этот корабль, когда строился, японцы получили опыт И, собственно говоря, японский флот взял свое начало от строительства этой шхуны Наши моряки, оставшиеся одни в незнакомой стране, почти 500 человек было Они как бы не пали духом, нашли чертежи в журналах И решили построить новый корабль И вот новый корабль как раз был шхуной Шхуной, которую они назвали тоже в честь этой бухты «Хеда» Когда мы с Александром были Александр — это мой брат, японист Когда мы были в Токио в один из приездов Я его попросил заехать в музей Он называется «Морской музей Вадайбу» Так просто можно назвать И там история японского флота К сожалению, там нет этой истории Строительства шхуны «Хеда» И там есть только рисунок корабля, который построен по принципу этой шхуны «Хеда» А вот все эти драматичные истории После какого-то времени все-таки надо это исправить И в каком-то виде Или в виде такой еще одной книжечки Посвященной специально вот этому драматичному моменту Или в виде какого-то фильма Передать в этот музей Вадайбу Чтобы он у них был И этот момент очень важный для наших отношений Потому что вот здесь мы показали Они никогда не строили больших кораблей И вот вместе показали японцам Как строиться по чертежам У наших офицеров был огромный опыт Да, общались, сложно общались, честно вам рассказать Потому что там на голландском языке Они немножко знали голландский И с помощью рисунков В принципе, практика, которая входила и входит в практики духовного роста В Японии, в частности, самураи занимались этим делом Сейчас очень многие этим занимаются Просто эстетически для себя Так и в частности Это тренирует такую внутреннюю силу воли Я надеюсь, что вам это тоже пригодится Вся бухта Хеда и весь городочек Хеда Он расположен вот на самом-самом побережье То есть он буквально задавлен скалами И проход к нему до сих пор Это просто серпантин А ведь смотри, сколько здесь Больше 500 человек, наверное Больше 500 человек Причем после землетрясения Причем дорога-то камнями Здесь вот не видно фуджи А фуджи, она открывается очень редко И когда мы с Александром приехали в Хеду Я встал писать Вот у меня там есть еще тот пейзаж Когда я встал писать Вдруг облака ушли Туман раскрылся И мы увидели как раз фуджи Вот на другой стороне Ну, кстати говоря, самая проблема Это где находится фрегат Диана Затонувший Где-то в заливе Суруга Вот в этом месте Тут глубины до двух километров дохода Вот, что интересно Что Шхуну Хеда На которую они вернулись По договору с японцами Они вернули японцев И не только вернул Шхуну Но еще и большую сумму денег В золоте Вот, по тем деньгам Это больше 20 тысяч было Золотых червонцев Он вернул Японскому правительству За помощь Которую они оказали Для спасения наших моряков И офицеров Прибыв в Японию Проделав такое огромное путешествие Путятин и его команда Столкнулись с невиданным стихийным бедствием Произошло землетрясение Вызвавшее огромное цунами В результате которого Практически смыло город Симоду Погиб корабль Путятина Психологически пережить этот стресс Очень было трудно Подвиг заключался Человеческий в том Что он не только сам Но и сумел всю свою команду Настроить на спокойный Доброжелательный подход К тем невзгодам Которые с ними случились И они сумели это преодолеть Дело даже не в том Что они сумели построить судно На котором они вернулись На родину Но дело в том Что они смогли по-человечески Доказать Что русские люди Могут преодолеть Любое испытание КОНЕЦ На нынешнем этапе Симодский трактат Является уже фактом истории Это историческая реликвия Он не имеет юридической силы И в политическом отношении Он тоже уже Не является какой-либо Существенной величиной Поскольку после него Было принято Очень много различных документов Подписано много договоров Соглашений между нашими странами Но в историческом смысле Его значение трудно переоценить Но самое важное значение Которое имел этот договор Заключалось в том Что он стал стартом Для бурного Активного развития отношений Между двумя странами Договор был заключен на доверии Первая его статья гласила Отныне да будет Вечный мир и дружба Между двумя странами Конечно этого не получилось Но вот этот посыл доверия Он до сих пор сохраняется Путятин Заключив договор с Японией И переключившись Казалось бы На совершенно другую работу Он получил Очень важный ответственный пост Он стал министром просвещения В Российской империи Но тем не менее Он не забыл Японию Все время думал о том Как дальше развивать отношения Сразу после своей миссии Он написал большой рапорт Где выдвинул предложение Чтобы не только дипломатические Торговые И другие связи были открыты Но и были установлены контакты На уровне народов двух стран Уважаемые гости Японский кинофестиваль Проходит в Хабаровске Уже несколько десятилетий В государственном архиве Хабаровского края На хранении Находится коллекция предметов Музейного характера Вот, например, орден Восходящего солнца Этот орден Второй по значимости Орден Японии Очрежден он в 1875 году Декретом Государственного совета Награждался он За выдающиеся заслуги И награждались раньше им Только мужчины Путятин вручен орден Восходящего солнца То, что он сумел Благодаря своим усилиям Наладить отношения Между двумя странами В самых различных областях И сумел, в общем-то Заложить основы дружбы и доверия Вот так вот говорилось В том указе, который был ему передан До сих пор этот орден Вручается известным россиянам Который каждый год Причем это происходит Которые внесли какой-то вклад В популяризацию японской литературы Или в укрепление связи Между двумя странами В культурной области Тема освоения Дальнего Востока Установление дипломатических отношений Со странами Азиатско-Тихоокеанского региона Таит в себе много открытий И Николай Павлович Задорнов Лауреат государственной премии Написал об истории Освоения Дальнего Востока 15 романов В том числе Несколько романов Он посвятил Японии Это трилогия Симода, Хеда и Цунами Дальневосточному литературному музею В Хабаровске от автора Книга издана в Японии В трех томах Издательством Асахи Под общим названием Черные корабли с севера То обстоятельство Что книги были изданы в Японии Говорит о том Что Япония сама признала Правдивость этих книг И эта мысль Зафиксирована в британской энциклопедии На данном этапе Наши отношения Как известно Они после введения санкций Семеркой Естественно Несколько ухудшились Но по сравнению с другими Странами семерки США И европейскими Западноевропейскими странами Они находятся на Вполне приличном уровне И традиционно Отношение к России Не очень благоприятное Где-то всего лишь 10-12% японцев Позитивно к нам относятся Но и процент негативного отношения Порядка 30% Что процент достаточно значительный Но это следствие Конечно того Что есть и территориальная проблема Которая постоянно дебатируется В Японии К сожалению В нашей политической элите В нашем общественном мнении У нас большого интереса К Японии нет Так же как и нет у японцев То есть мы вот Да, соседи У нас есть связи Но для того Чтобы коренным образом Как-то изменить Наши отношения Для этого нужна Естественно Такая критическая масса Которая создается На основе того А зачем нам Япония Зачем Япония и Россия Вот у нас Представление о том Зачем нам нужна Япония У нас очень Такое Ну Я не могу сказать Легковесное Но особо не Заморачиваемся У наших экономических деятелей И в том числе У бизнеса Нет интереса Понимаете И нет интереса Пускать японцев На Дальний Восток У нас же бизнес Очень жадный Очень эгоистичный И зачем нам здесь Какие-то японцы Да Потому что придут японцы Значит это конкуренция Это транспарентность Воровать нельзя У нас нельзя тоже сказать Что наше общественное мнение К Японии Уж очень благожелательно Относится к японцам Там может быть Другое отношение Так же как у японцев К русским А вот на уровне Государственной политики У нас все-таки Если посмотреть Даже высказывания Некоторых наших Политических деятелей Довольно видных Они носят иногда И не только критические Но и на мой взгляд Оскорбительный характер По отношению к Японии Поэтому Как говорится Здесь есть над чем работать Здесь есть над чем работать Наследие Россия Хабаровск Хабаровск Я люблю Путин Он мм. Путин Он красивый Он очень сильный О, он очень мощный Может быть С вместе Ты в центре Ты в центре Хорошо 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 Спасибо большое! Я не знаю! Он очень хороший, он очень умный Без Путина, Россия не будет ничего Но они не будут Путина, Россия номер один Мы очень рады встретить тебя Мы тоже! Спасибо! Спасибо! Спасибо вам! Спасибо! 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 Enjoy Japan!